Популярная штука хорошая, но все-таки грешит тем, что довольно однобоко трактует человека. Не то чтобы я этого не знала и все же была очень сильно удивлена, узнав, что мой сегодняшний гость представляет сам себя как художник, который лишь в свободное время занимается музыкой. Несколько поколений выросло на песнях «Машины времени». Ее основатель Андрей Макаревич также известен как кулинар, дайвер, борец за права животных, продюсер, актер. Но о том, что он художник, многие даже не догадываются. Вот так вот это делается. Семи дорог ему явно мало. Он всегда в поиске. Этот принцип касается и его личной жизни. Андрей был трижды женат. У него трое детей. Сегодня ему исполняется 60 лет. Наедине со всеми Андрей Макаревич. Присаживайте, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ох, господи. Да. А что же. Тем более, что у нас повод такой прекрасный для встречи. Я поздравляю вас с юбилеем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Как-то вы грустно ответили это спасибо. Меня от слова юбилей колотить начинает. Колотить. Я вообще знаю, что вы ненавидите все эти чествования, юбилеи и так далее. А что самое главное у вас вызывает, такая вот реакция? Что самое неприятное? Ну, во-первых, со словом юбилей у меня ассоциируется портрет Брежнева. Я не могу за этим сделать ничего. А, как это. У меня довела жизнь в эту эпоху сплошных юбилеев. Это было отвратительно. Потом мне совершенно непонятно. Вот человек живет, работает, что-то делает, что-то у него получается. А люди слушают, смотрят. И вот почему-то один раз за несколько лет нужно его носить на руках, воздавать ему всякие почты и потом опять поставить на место. Что за день такой особенный? Я вам расскажу, знаете, вам еще повезло, что вы не женщина. Потому что вы бы чувствовали такие же эмоции по отношению к 8 марта. Потому что ровно такой есть один день в году, когда вдруг все мужчины начинают носить женщину на руках, а потом... Радурость большая вообще. А есть ли у вас, так сказать, некоторые стеснения по поводу тех слов, которые произносятся на юбилеях, и что в них много фальша, скажем? Ну, я вообще не люблю всякую пошлятина, вот честно. Поэтому я уже много лет на свой день рождения выключаю телефон. Я понимаю, что люди звонят от чистого сердца, с добрыми намерениями, но слушать сотый раз, что вот мы тебе главное, вот мы тебе главное здоровье, я тебе желаю, вот, и оставать я не могу уже просто, ну, физически невозможно. Заранее прошу прощения у всех, кто мне будет звонить. И кто будет желать здоровья. Ну, да. А собраться с друзьями на день рождения? Это обязательно. Это обязательно. А там же будут тосты? Нет, вот тут я командую парадом, я постараюсь это минимализировать. Чтобы никаких таких... Ну, без дуровов. Да. А просто посидели, повеселились, выпили. Ну, да. А вы вот как-то сказали, что когда вы выпиваете, вы начинаете больше убить человечество. А что в трезвом состоянии вы боретесь с отрицательными эмоциями в отношении людей? В общем, да. Не нравятся вам люди? Мне не нравится то, что с ними происходит. То, как они себя ведут и куда они сами себя загоняют. В планетарном масштабе. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я едел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. В вашей автобиографии «Сам овца» вы написали, что старый человек – это тот, кто перестает чувствовать, воспринимать и начинает вспоминать. А сейчас вы думаете о возрасте? Чувствуете? Чувствую, конечно. В чем он выражается? Трудно полюбить массу вещей, которые сегодня считаются модными. Вы стали приезжать? Грубо. Это вы у меня замечание такое делаете? Я спрашиваю. Это вопрос. Вы стали приезжать? Вот стараюсь этого не делать. Но очень трудно с улыбкой говорить о том, что тебе не нравится. Потому что ты испытываешь какие-то эмоции, и они негативного порядка. Ну и можно просто… Есть два пути. Не ходить туда, где тебе не нравится. Вот ты не любишь там актуальное искусство? Не ходи ты на эти выставки, да? Да, да. Шишкина, смотри. А тебе интересно, потому что все-таки это то, что происходит сегодня. Там есть разные люди, там есть очень талантливые люди. Их, к сожалению, меньше, чем жуликов, которые, значит, под это дело косят. Вот от них я раздражаюсь. Но так же было всегда. Верно. Раньше почему-то не раздражало. Просто по юности это вас не раздражало. Верно, да, конечно. Конечно. А поскольку вы сами себя представляете художником и таковым и являетесь, я подумала, а можете ли вы дать образ старости и юности? Вот если бы это были картины. Я думаю, что если бы я сел за свой рабочий стол, выключил голову, раз сосредоточился, наверное, смог бы. А вот когда ты начинаешь придумать, получается обычная ерунда всякая банальная. Ну а вот первая ассоциация, какие у вас с юностью? Словом, если. Это вообще старые предметы. Это старые предметы, это потертое какое-то кресло, это какое-то... Любимое. Старый зонтик, может быть, нелюбимое, который стоит в углу и с ним уже давно не ходит, потому что он не открывается, а выбросить жалко. Эта коробочка для карандашей же стена, из которой ты в школу ходил, и вот она, оказывается, лежит у тебя до сих пор. А есть у вас что-то такое, не из предметов, а из жизненных событий или эмоций, которые уже вы не пользуетесь, а выбросить жалко? Это мы сейчас с вами далеко зайдем. Давайте, это же ужасно интересно. Не знаю, но вообще я не очень удобный объект для такого рода разговоров. А я как-то самокопанием никогда не занимаюсь. Мне это не очень интересно. Да ладно. Честное слово. Ну вот вы книжки-то пишете, это что, не самокопание, по-вашему? Это другое. Здесь довольно много выводов о жизни. Самых разных. И у меня есть ощущение, что вам все-таки хочется поделиться с несовершенным человечеством своими мыслями, хотя бы, если бы не эмоциями. Да даже с совершенным человечеством. Как раз это гораздо интереснее. Вы пишете, что счастье нельзя запланировать. Абсолютно точно. Как часто с вами в жизни случалось счастье? Я думаю, что чаще, чем со многими. Хотя, с другой стороны, счастье – это вообще такая биологическая категория. Ой, вы почти все переводите в категории биологии, химии и физики. А вам биохимик очень хорошо объяснит. Когда вы влюблялись, вы испытывали счастье? Если вспоминать эти истории, то, пожалуй, трагедии там было больше, чем счастье. То есть, любовь больше страдания, чем счастье? Ну, конечно. Она же крайне редко бывает двусторонней. В вашей жизни было так? Да в любой жизни. Не надо строить себе иллюзии. Один любит, другой позволяет себя любить. Это я придумал. Или не позволяет, кстати. А это было источником вдохновения, вот эта болезненная история? Нет, у меня нет. Вот что касается работы, у меня это, если это каким-то боком и связано, то очень-очень опосредованно. Во всяком случае, я прямой связи не вижу. Вот эти писать посвящение в результате несчастной любви. Нет, а почему посвящение? Бывает, что просто любовь является источником, что вот как-то больше хочется работать. Кто-то от счастья больше хочет работать, кто-то от несчастья начинает, так сказать, выражать себя через творчество. Нет, у меня просто возникает желание работать само по себе, периодически. Да? Да. Вы смотрите на меня с каким-то сожалением. Ну что вы, Ярославль? Как будто бы, мол, а у вас от любви, мол, несчастные вы несчастные. Да наоборот, мы там завидим. Так вернемся к счастью. Я поняла, что это биохимический процесс, но часто ли оно с вами происходило? И почему, вернее, вы ответили на этот вопрос, что чаще, чем с другими. Чаще, потому что я себя считаю просто очень везучим человеком. А это почему? Какая биохимия здесь? А вот это не знаю. Это какой-то божий промысел. Божий промысел. Ну вот везло и везло. Поцеловали в маковку. По дереву надо стучать, да, потому что... Ладно, давайте будем думать, что вот... Часто бывает, что в конце за это приходится рассчитываться, мне бы этого очень не хотелось. Но вы же поблагодарили источник. Думаете, этого достаточно? Я надеюсь. Есть одна из теорий, согласно которой мир вообще тяготеет к равновесию. Значит, если было в избытке этого, то, наверное, это должно рано или поздно чем-то равновеситься. Так оно же было? Или вы думаете о том, что не надо это произносить? То есть это мистика какая-то? Это вот очень интересный вопрос. Вот как вы думаете, неприятность, которая с вами случилась, это расплата за ту радость, которая была вчера, или это аванс за ту радость, которая будет послезавтра? Вы знаете что? Я вообще не нахожусь в плену этой парадигмы, я бы сказала, восприятия жизни. Настоящая женщина. Просто радуется и всё. Это не комплимент был. Радуетесь и всё. Мол, дура дурой. Здрасте. Я к вам, между прочим, необыкновенно хорошо отношусь и могу сказать почему. Почему? Вы сильно удивитесь. Ну-ка, ну-ка. Ну, помимо всего прочего, много-много лет назад я Максику Леониду снял клип на песню «Две гантели и один утюг». А вот в какой-то передаче сказали, что это ваш любимый клип. Я совершенно обалдел от счастья, потому что в эфире похвалили мою работу. Спасибо огромное. Да. Боже мой! Так вы падки на комплименты. Нет, просто вот тогда они нечасто звучали. Понятно. Я счастлива. Спасибо. Мне это очень приятно. Спасибо. Когда вы были ведущим программы «Абажур», вы со всеми своими героями начинали разговаривать с тапа их детства. Считаю, что детство очень сильно нас формирует. Я в этом смысле с вами абсолютно согласна. А ты помнишь, я совсем маленькую? Ну, вот совсем маленькую помню. А вот в какой момент тебе захотелось кем-то стать? Вообще, какую-то профессию выбрать? Ну, профессия-то мне была просто уже предопределена, потому что в пять лет я уже начала заниматься музыкой. То есть все. Хочу вас спросить, что в детстве, вы сами пишете, вы были патологически чувствительным ребенком. И очень много плакания. Когда вы плакали в последний раз? Теперь уже? Ну, вот так, чтобы на взрыт. Как хотите. На взрыт, не на взрыт. Нет, растрогаться я могу от какого-то мощного эпизода на сцене или в кино, или от стихотворения какого-то. Причем, если ты рюмочку выпил, то эта опасность усиливается. Усиливается. Потому что человечество начинаете любить уже и дополнительно помочь. Но это не значит плакать. Это же... Это ты растрогался. Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он ордал, пил на кухне горький чай. В час когда она летала по ночам. Плакать как-то очень давно этого не было. Вы вообще как-то мало делитесь эмоциями своими. Это тоже компенсация с детства, так сказать, там все эмоции были потрачены или это было так болезненно, что вы их закрываете теперь? Ни фига. Да? С целью. А вот такая есть цитата. Я не понимаю, почему у меня так никогда не получилось никакого счастья с женщинами, которых я любил больше всего на свете. И я не понимаю, почему мы иногда так безжалостно к самым близким людям и разводим макиволки со всякими отдаленными мерзавцами. А это было 10 лет назад написано. Да ничего не изменилось с тех пор. Какой комментарий? Я думаю, что во мне какая-то программа сидит в этом смысле. Какая же? Ну, которая вот не позволяет сделать так, чтобы было иначе. Но вы анализировали, почему действительно вы делали больно самым близким людям, не понимая в тот момент, что это самый близкий человек. Нет, это совсем не так, что я кому-то сделал больно, и от меня убежали. Нет, все было гораздо сложнее. Одна моя знакомая девушка сказала, что если третий по счету муж бьет по морде, дело не в муже, а в морде. То есть, я склонен считать, что я несовершенен. Наверное, я несовершенен. Наверное, во мне отсутствуют какие-то качества, которые необходимы для счастливой семейной жизни. Но такое устройство... Вас это расстраивает? Это имеет свои недостатки, это имеет массу преимуществ. Так обстоят дела просто. А какие преимущества? Такой мужской разговор вообще Мужской? Да А, то есть, чтобы рассказать о преимуществах этой, так сказать, в тесной мужской компании Ну, я могу вам сказать, что, конечно, ощущать себя свободным 24 часа в сутки Это хорошо? Это хорошо Мне хорошо, например Я себя чувствую комфортно А есть вообще люди, которые не созданы для семейной жизни совсем? Изначально? Принципиально? Это вы? Ну, не знаю, нет, не принципиально Я считаю, что те отрезки семейной жизни, которые я прожил Они были замечательные У меня замечательные дети И жалеть абсолютно не о чем Потому что вы вообще одиночка Черт ее знает У меня проще всего думать, что так получается Но зовет нас в путь Подгоняет ночи тень Я сюда еще вернусь Мне бы только выбрать день А ведь друзей у вас много Друзей? Ну, вообще, друзей очень много не бывает Согласна Но достаточно много Для вас это ценность? Конечно Это не значит, что я С ними провожу каждый день с утра до ночи Я многих из них вижу крайне редко Но у меня достаточно ощущения того, что они есть Они существуют А дружба Для вас предполагает Что вы больше даете чего-то Или что вы можете и обратиться в случае чего за помощью? На каких весах это измерить? Это абсолютно взаимная вещь А вы вообще нуждаетесь в помощи? Вы способны сказать Слушайте, я вот прям совсем в ауте Мне нужна прям помощь Ну, а тут нет ничего унизительного Ну, упал человек с лестницы И сломал ногу, например Ну, такую помощь, я понимаю, да Донести Аморально Не знаю, как поступить Испытываю депрессию Нервничаю Плохо мне Это сам Вот это вешать на друзей не надо Почему? Потому что Вот если у тебя рубашка запачкалась Так Ты ее идешь и стираешь Ты же ее не надеваешь на своего друга То же самое Ну, нет Ну, нет Если рубашка запачкалась Можно спросить, как постирать Если уж ваши терминологи Ну, вы знаете как Давай пойдем, постираем вместе Потому что мне грустно и тяжело стирать однам Активную стирку моей рубашки Нет Да, нет, нет Нет То есть вы в свой внутренний мир все-таки даже своих друзей не пускаете Такой Я не испытываю потребность Я попробую Давайте оторвемся Я неплохой график Так У меня иногда получаются неплохие стихи И неплохие песни И в последнее время Я неплохо владею словом Которые печатают Это ваше достижение Это мое достижение А в человеческом плане? Да, отличный парень Просто отличный АПЛОДИСМЕНТЫ Вот еще одна цитата, которую я подчеркнула из вашей книги Что жизнь это последовательная цепочка разочарований Это правда Не могу не согласиться Да А осталось ли что-то на сегодняшний день, в чем вы не разочарованы? Или вы все уже последовательно, так сказать, все слои жизни прошли? Ну, я думаю, что для того, чтобы разочароваться во всем на свете, надо все на свете знать Я очень далек от этого Есть ли что-то, что осталось незыблемым? Вот, незыблемым Как вы об этом в юности думали, так оно и оказалось Бывают замечательные проявления человеческих качеств Необъяснимые, немотивированные Потому что это не объясняется ни логикой поведения Ни какой-то выгодой личной О которой сегодня все только и думают Это вот присутствие Бога в человеке как раз И когда ты это видишь, ты понимаешь, что, в общем, не все кончилось Нет, мы еще поживем Когда-то, когда вы только-только начинали Вы были очарованы и публикой Которые впоследствии, по-моему, немножко разочаровались Ну, давайте посмотрим на вас Времени, когда вы были публикой очарованы Давайте Сейчас не возникает вопрос Является рок-музыка искусством или не является И, по-моему, уже ясно, что это, безусловно, искусство И что на нее существует огромный социальный спрос у молодежи И я занимаюсь этой музыкой вот уже 7 лет, наверное Потому что ощущаю просто потребность заниматься этой музыкой Потому что чувствую, что мы можем что-то сказать в этой области В этом искусстве Если кому-то интересно Это ныне известный документалист Алексей Ханютин А тогда, значит, ученик ГИКа Снимал свою курсовую работу Которая называлась «Шесть писем обите» Когда он ее доделал и руководство посмотрело Его, по-моему, чуть не выгнали из института А пленку приказали смыть Но он ее упер оттуда На наше счастье На наше счастье, да Это вообще первая такая наша съемка Как вы сами себя? Я страшно похож на своего сына У вас отношения с сыном ближе, чем с дочками? Я просто сына чаще вижу, несколько Хотя тоже реже, чем хотелось бы Потому что все-таки он уже в профессии Он занимается и музыкой И он занимается кино И у нас больше точек сприкосновения А это серьезно вас ударило? Когда-то, когда вы поняли, что публика Как вы сами выразились Как будто она вас полюбила и так далее А потом зевнула и пошла, значит, к своему родному И выяснили, что она может любить и вас И такую совсем пошлую попсу Во-первых, те, кто любили нас, с нами и остались Так что здесь речь идет не о том, что публика стала плохая А о том, что у тебя глаза открылись на то, что происходит Так что винить надо только себя за прежнюю глупость Публика-то здесь ни при чем Так В какой-то момент тебе кажется, что тебя любит все человечество Да Потом оказывается, что нет, очень небольшая его часть Но выясняется, что при этом она любит кучу всего, что вам претит Да, это следует понимать каждому, кто занимается тем, чем занимаюсь я Когда вы с этим столкнулись в первый раз, это было болезненно? Это было такое Это было не болезненно, нет, это было удивительно Потому что меряешь ты по себе Тебе хочется, чтобы те, кто тебя любит, были такие, как ты А мне кажется, вы тут вот как раз вот в этом кусочке, который мы увидели Вы настолько вдохновлены этой идеей, что вы сейчас поделитесь с человечеством чем-то таким важным Конечно, на меня впервые наставили камеру И там была пленка И, конечно, я думал, что завтра весь мир затоит дыхание и будет смотреть эти кадры Да Я совершенно забыл о том, что это учебный фильм, за который еще автор по башке будет А машина времени ближе к року А вот новое ваше увлечение, ну уже тоже достаточно давнее, оркестр креольского танго Скорее ближе к джазу и блюзу Юля, я пользуюсь тем, что здесь я сижу у вас Я вам должен задать вопрос Может быть, вы мне ответите А что такое рок? Это когда в кожаных штанах и вот так вот Вот так вот Ага Да? Понятно Я так и думаю Простите, что я вас разочаровала Я для себя так и не выяснил Знаете, что мне показалось, что оркестр креольского танго – это такая какая-то более чувственная история Да, она более взрослая Она более взрослая Вы заметили, что джаз можно играть в любом возрасте, это нормально А 70-летний рок-н-рольщик – это, в общем, исключение из правила Довольно странно Я не люблю просто неорганичные вещи, я это чувствую Меня тянет, постепенно тянет к этой музыке Перекресток семидорог Вот и я Перекресток семидорог Жизнь моя Пусть загнал я судьбу свою Но в каком бы ни пел краю Все мне кажется, я, как и прежде, на нем стою Машина времени существует так много лет И есть участники, с которыми у вас уже отношения, как в долгом браке Даже, может быть, это больше, чем брак А вот есть любопытный феномен, что когда люди долго существуют рядом Я сейчас про брак, как про модель скажу, да? Что бывают вот эти разводы, когда люди прожили друг с другом уже под 50 лет И вдруг говорят, нет, больше тебя не выношу, я этого быть не могу Обычно это связано с тем, что со временем затираются вот эти границы терпения Никто не понимает, почему я должен уступать Или ты, мы оба уже, нам уже много лет У нас у обоих там большой опыт У нас у обоих авторитет Или вдруг встретил юную любовь на стороне Это я не беру сейчас Почему? Вот это я сейчас не беру к рассмотрению Знаете, почему? Потому что я хочу перенести этот опыт на отношения в машине времени А это абсолютно попроецируется Сделал на стороне какой-то ансамблик с молодыми дивными музыкантами А, то есть это вы нашли себя молодой любовницей таким образом Ну вот Маргулис от нас убежал, например, год назад Да, поняла А как оставаться лидером вот в такой группе, в которой уже так много... Все уже, собственно, люди с опытом Я вас разочарую, я внутри группы никаким лидером не являюсь Нет? Нет, и задачи такой у меня нет Что, у Битлз был лидер? Был Кто это? Ну, два человека было у меня лидером А, два из четырех Два из четырех Нормально, у нас тоже два из четырех Кто? Кутиков и я Отлично Тогда все понятно Поскольку я еще раз напомню, что у нас юбилейный разговор отчасти То я хотела бы вам преподнести поздравления От самого первого участника Вашего ансамбля машинного времени Где вы еще в то время были безусловным лидером Так, смотрите Юрий Борзов Мы с ним познакомились на книгах и на картинках Да-да-да Он, я помню, еще брал у меня Рэя Брэдбери И, по-моему, не отдал до сих пор Я желаю тебе здоровья и сил Вдохновения Азарта, куражу Интересных путешествий В которых я всегда готов составить тебе компанию Безопасного плавания с акулами Но и всего в этом же роде Удачи Спасибо, Юрий Иванович И могу сказать, что Вопреки вашим ощущениям в те годы Да Я совершенно не был лидером Да что вы Я думаю, что Юрка был большим лидером Это одноклассник? Одноклассник, да Если ты не понял Потому что по степени Лидерство определялось Степенью безумной любви к Битлз Ага И он сильнее любил? Тут он, пожалуй, зашкаливал, да Он был совсем Он прямо светился, когда он о них говорил Одно пожелание здоровья Мы все-таки вам втиснули Спасибо, нет, на самом деле От вашего одноклассника Когда в меру, это замечательно А что там с Рэем Брэдбери? Почему вы так его и не вернули? Да, по-моему, вернул Я посмотрю на полках Я так понимаю, что с этим своим одноклассником Вы, в общем, отношения поддерживаете И даже вместе с ним путешествуете по миру Почему он готов к вам присоединиться А что это вообще такое, Андрей? Что заставляет вас заниматься дайвингом? Это чисто физически, даже физиологически Ничем не сравнимое ощущение Что человек только во сне летает А вот там ты находишься в состоянии управляемого полета Это невероятное чувство Скажите, для вас деньги существенная часть вашей жизни? Что это такое для вас? Свобода, независимость? Это степень свободы, безусловно И... Но мне тоже как-то везло Мы все были бедные в советское время Но так, чтобы я голодал, такого не было То есть всегда там рубля, рубля 50 в кармане было А бутылка сухого стоила руб 27 Да и портвейна, по-моему, руб 8-7 А вот Так что на радостное ощущение жизни денег хватало Потом мы очень долго копили Мы не тратили ни копейки за долгие годы Потому что нужна была аппаратура Казалось, вот у тебя будет аппаратура И ты станешь лучшей группой в мире И будет тебе счастье, и все Потому что надо же звучать как-то Поэтому мы все деньги клали в коробочку И потом шли на неглинку А теперь есть возможность оторваться И быть немножко сибарикой Выяснилось, что у меня нет никакого желания отрываться У меня есть все, что мне необходимо У меня есть мастерская, о которой я долго мечтал Есть все, что мне необходимо для подводного плавания У меня даже есть деньги на то, что если я завтра придумаю Какую-то экспедицию на острова Океании То, наверное, мне хватит На большее мне просто не нужно Я не хочу самолет, я не хочу яхту А дети? Дети много жрут, да Но на них хватает Вы работаете во имя того, чтобы вашим детям было хорошо Нет, я работаю, потому что мне это доставляет удовольствие Если мне это перестанет доставлять удовольствие Я перестану этим заниматься И дети пусть сами как хотят разбираются Нет, ну у меня что-то там Детям хватит Вы, когда ваши дети родились По отношению к каждому из них В общем, не испытывали никакого отцовского инстинкта Я бы так сказала Ну, то есть, ваши дети довольно долго проживали отдельно от вас Ну, довольно долго отдельно, да Так получалось Вы с этим легко смирялись? Ну, как где-то растут дети Я был 12 часов в сутки занят тем, что я делаю Меня в мире ничего больше не интересовало То есть, правда же заключается в том, что дети вас тоже ваши не интересовали вообще Нет, они меня интересовали, но я понимал, что с ними все в порядке Если что-то случалось Поверьте, я появлялся тут же и проблему решал Ну, просто для вас ваш отец был таким примером И так сильно вы его любили Ваша мама была... любила вас смертельно И вы даже пишите об этом О том, что ты иногда ограничила уже с какой-то такой... Опека чрезмерная там, да, была Почему у вас сложилось иначе? Я сейчас говорю не про обстоятельства, а про ваши отношения Потому что у моих родителей была семья крепкая Они как-то замечательно жили друг с другом У меня так не получилось Только и всего Но вы как-то не боролись ведь за внимание своих детей? Бороться надо на ринге Ещё не всё разрешено Ещё не всё разрешено Ещё не все погаснет краски я Ещё не жаль огня И Бог хранит меня Как нас сейчас пытаются заставить что-то полюбить, да? Заставить полюбить нельзя Это правда Я сейчас заставлю себя полюбить эту женщину Да лопнет это как пузырь Вопрос времени только Любовь проходит у кого-то А у кого-то нет А у кого-то с годами она крепче и крепче А у кого-то она прошла А через 10 лет вдруг вернулась А уже поздно Во всяком бывает Но с детьми у меня всегда были прекрасные отношения И слава Богу Ни я на них, ни они на меня не жалуются Они вас любят? У них спросите Вам как кажется? Ну я же никогда не присталывал детям с вопросом Манечка, ты меня любишь? Ну это же ощущается Думаю, что да А кем бы вам хотелось быть, собственно, детям? Другом? Наверное, мне хотелось бы быть тем, кем они хотят меня видеть Если кто-то из детей у меня спрашивает какой-то совет То Я его даю А вот если не спрашивать, я с советами не лезу Что касается ваших родителей, вы написали, что их брак был настолько, так сказать, удивительным Их отношения были такими удивительными Каких сейчас уже больше нет Не существует этих отношений между мужчиной и женщиной Что-то в воздухе изменилось Пишите вы Еще относительно брака вы пишите, что идеальный брак это дурак и дура Это правда А еще плюс к этому Есть цитаты, что говорят, что когда женщина танцует, понятно, значит, какая она На самом деле это не так Понятно, что она думает о себе Думает она о себе, как правило, полную ерунду Это точно У меня есть подозрение, что вы к женщинам вообще как-то не очень относитесь хорошо В целом Вопрос Как ты относишься к женщинам? Это, например, как ты относишься к апельсинам? К апельсинам? К уж люблю, так нет Я к женщинам отношусь и так же, как вообще к людям я отношусь Я не могу относиться к женщинам как к классу Я вижу перед собой Конкретного Конкретного отдельно взятого человека Про него я могу сказать Этот мне неинтересен А это замечательно А это ужас, что такое Складывается впечатление, что женщины как-то вас разочаровывают все время Что какие-то они, в общем, дуры дурами Юль, вот смотрите Нечета мужчинам Сколько у вас знакомых мужчин? Несколько сотен, наверное Ну, конечно Цените вы из них? Я думаю, не больше пары десятков Ну, например Ну, примерно такая же статистика у меня с женщинами То есть, в принципе, дуры дурами, но бывают исключения Ну, бывает, появились какие дурочки Вот у вас есть цитата одна Такая прекрасная женщина Вот прям встретишь ее там И вдруг В этой практически идеальной общей картине возникает Как гвоздь в сапоге Какой-то недостаток И сразу чувствуешь, что конец отношения будет ужасен Вы перфекционист? Вы вообще требуете идеала? Гармония? Да Не терпит себе даже вот миллиграмма дисгармонии А вы сами про себя думаете? Вы подарок? Во-первых, я про себя не думаю Пусть думают те, кому я подарок Так Нет, конечно, конечно, не подарок А по юности лету у вас были комплексы вообще? Вы думаете, что я не буду нравиться девушкам? Или там У меня есть такой-то недостаток Надо с ней бороться Вы вообще гитару взяли? Может быть, еще в том числе для того, чтобы девушкам нравится? Вот вопреки большинству, нет Вот этот период раннего помешательства на гитаре Когда я на ней играл с утками Все, включая девушек, ушло на второй план Абсолютно Хорошо, с гитарой понятно, а дальше? Я очень хорошо помню, как Кутиков иногда приводил на репетицию Девушек Какую-то девушку Чтобы она посмотрела, как он красиво на гитаре играет Значит, у нас это считалось внутри команды таким мавитоном Что мы его потом высмеивали безжалостным образом То есть мы здесь святыми делами занимаемся А тут бабу привели Ну да, это конечно А комплексы были? Периодически были, конечно Но я не знаю, меня ужасно печально, что у меня волосы кудрявые Что бетлы кудрявые не бывают Я еще Джимми Хендрикса еще не видел на тот отряд Я понимаю Я в молодые годы Внимательно звучал Гружиева Там были практики, которые позволяли В какой-то момент, после довольно долгих занятий Увидеть себя со стороны И вы это сделали? Я это сделал, я до этого дошел И увидел, что я совсем не такой прекрасный Что я сутулый Шейка у меня короткая Там какая-то перхоть насыпала, значит Бачка свиные Я ужаснулся А потом успокоился Я понял, так обстоят дела Не надо себе строить иллюзии Ты не Ален Делон Ты другим прекрасен Любит тебя за другое За что? У них спросите Не знаю Для меня это загадка А вы вообще завидуете моему? В какой-то момент Девушки Моложе 19 лет Для меня стали марсианками Абсолютно Почему? Я не понимаю этих существ Я понимаю слова Которые они произносят Но я не всегда понимаю смысл Я не понимаю, как она собака Разговаривает с кем-то Одновременно кому-то пишет смс-ку При этом она еще смотрит кино Которое я считаю очень хорошим И она тоже считает Что она его смотрит в этот момент Но при этом она еще делает это и это Поэтому она ни хрена не смотрит И ничего там не поймет Вот эти вещи Мне говорят Ну ладно, пусть они так живут Это их жизнь Нет, не мое Думаете ли вы о себе категориями Опять же, о которых вы упоминаете Вы говорите там Есть такое выражение Что победитель не судит Вы с этим не соглашаетесь Говорите, что победитель не судит время Вы себя считаете победителем? Мне никогда не хотелось Никого победить Я не знаю, хорошо это или плохо Я начисто лишен амбиций Да? Клянусь Во всяком случае То есть вы не хотите, чтобы вам, например, поставили памятник Когда-нибудь Спасибо, Господь Какой-нибудь хороший архитектор Вы видели, какие у нас ставят памятники Видела А если хороший архитектор? В этот зоопарк В этом году 20 лет исполняется Еще и телевизионной программе СМАК Которую вы придумали И 12 лет 45 лет в машине времени СМАК в этом году Точно Это тоже какие-то такие зарубки На дереве Мы зажали, кстати, 20-летие Надо будет его Надо разжать Надо будет, да, вернуть его Вы испытываете по этому поводу гордость? У меня нет ничего, что О чем можно было бы сказать Вот зря мы это сделали День рождения Это тот самый день в году Когда можно подвести итог Еще и Новый год Такое время, когда подводят итоги Вот из-за этого я еще не люблю День рождения Итоги надо подводить Когда ты закончил свою деятельность Тогда ложись на диван И начинай подводить итоги А промежуточное? Не надо Не надо? Нет Почему? Надо быть в движении? Конечно Пока ты в движении, ты... Плывешь Молод Если акула останавливается, она идет ко дну У нее нет воздушного пузыря Она тяжелее воды Так вы акула? Я их очень люблю просто Серьезно? Когда-то, когда вы были, по-моему, еще маленьким Вы нарисовали две звезды в подъезде дома на штукатурке Проходило много времени, а вы все приходили туда и смотрели на эти две звезды Меня всегда интересовало течение времени Да Меня всегда интересовало, что какие-то вещи исчезают моментально А какие-то очень хрупкие предметы Стоят долго Переживают одного человека, другого, третьего Бумажная книжка там, да? Возьми, порви страничку А ей 300 лет Там она Петра помнит первого Вот это... Поэтому у меня дома собрано огромное количество Мне кажется, что вы туда ходили, в том числе вот к этим звездам Как к самому себе Наверное Да, вы оставили свой собственный след Я видел, как они ниже, ниже, ниже становятся к земле Но вообще я стараюсь не тратить время жизни на эти сладкие детские воспоминания Это, конечно, очень приятно Может, не только на детские? Очень приятно Но времени мало А сделать хочется много Много чего придумано и не реализовано А чего еще не успели? Уй! Здесь вот дерева нет, чтобы стучать Нельзя говорить за родину Надо сделать, а потом рассказать Ну, то есть нас еще ждет ого-го Я надеюсь Спасибо вам большое Мы тоже будем ждать нетерпения Я пью до дна За тех, кто в море За тех, кого любит волна За тех, кому повезет И если цель одна И в радости и в горе То, кто, кто не стружил И весел, не бросил Тот землю свою найдет Тот землю свою найдет Тот землю свою найдет